Надежда Дмитриевна в диагностическом центре уже не впервые. Сегодня пришла сдать кровь на витамин D. Но, к удивлению пенсионерки, анализы брали не в маленьком кабинете, как обычно, а в просторной процедурной с удобными креслами. Помещение переделали и оборудовали под современные стандарты. Здесь очень комфортно. Все чисто, все светло, хорошо. Ну, лучше не надо, мои хорошие. Доволен и медицинский персонал. Ведь обслуживать большой поток пациентов теперь будет проще и быстрее. Кабинет рассчитан на семь кресел, а регулировать очередь можно с помощью специальной кнопки. У нас на каждом рабочем месте оснащена автоматизированная система. Это кнопка вызова, которая позволяет нам приглашать пациента. То есть, зеленая кнопочка, кресло свободное, красное занято. К слову, время ожидания для пациентов сократится еще и потому, что в кабинете предусмотрены два выхода и входа, чтобы люди не сталкивались друг с другом, и отдельный для курьеров, которые приносят биоматериалы из других медучреждений края. Стук от солбами никто не будет, добавляют врачи. Мы полностью закрываем потребность забора и материала. То есть, увидели, что достаточно быстро очень идет поток пациентов. На пациента уходит от 1 до 3 минут. Это вот среднее время расчета. Поэтому все происходит очень быстро. Практически ждать пациентов не приходится. Помещение многофункциональное, подчеркивает медперсонал. Предусмотрена экстренная кнопка для оказания первой помощи. Утром процедурный кабинет будет работать для приема анализов, а после обеда функционировать как дневной стационар. После 12 часов здесь происходят лечебные мероприятия для пациентов Краевого амбулаторного эндокринологического центра. Пациенты располагаются в креслах, их принимает медсестра, производит все необходимые манипуляции, и здесь они проходят лечение. Количество талонов на сдачу анализов сейчас увеличилось, добавляют врачи. Если раньше на одну медсестру приходилось 70-80 пациентов, то сейчас больше сотни. Но сами врачи говорят, что лишь время покажет, справится ли процедурный кабинет с таким количеством людей. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.